В эфире программа 7 минут. Здравствуйте! В гостях у меня сегодня тренера по джиу-джитсу Игорь Калина. Игорь, здравствуйте! Привет! Ну, первонаперво расскажите, что такое джиу-джитсу? Что это за вид спорта? Ну, это долгая, конечно, история. Джиу-джитсу – это система, которая развивается на протяжении уже, наверное, тысячелетия. Но особую популярность получила она в XIX веке из Японии. В Японии основана, попала в Европу, в России была очень популярна. В отличие от того, что Акунина читал, там его сыщик владел каким-то, например, Шерлок Холмс. Затем произошел некий спад, связанный с определенными процессами. И сейчас новый такой подъем, бурное очень развитие. Ты же можешь сказать, возрождение. Да. Ну, все, как говорится, идет по округу. Сейчас, да, действительно, очень большой интерес к этому древнему, ну, и в том числе и во многом современному боевому искусству. А в чем вот принципиальное отличие этого вида искусства боевых от других? Ну, очень многие боевые искусства, они вообще ведут свое начало с джиу-джитсу. Это как бы такой некий ствол, из которого растут ветви, листья и так далее и тому подобное. Просто джиу-джитсу, он тоже очень разный. Есть традиционная джиу-джитсу, есть современная. Есть вот, сейчас мы популяризируем бразильское джиу-джитсу. К Японии оно такого отношения как бы уже не имеет. Принципиальное отличие в том, что традиционное джиу-джитсу включает в себя полный набор техник. То есть можно делать практически все. И руками, и ногами. И чем угодно. Это большое отличие от многих других вещей. Ну, от спорта в частности, да. В спорте, как мы знаем, многое запрещено. А вот смотрите, джиу-джитсу – это спорт, да? То есть можно заниматься профессионально, а можно любительски? Да, конечно. Ну, в основном любительцы, да. Профессионалы, их везде мало. В основном, конечно, любители. Причем, ну, есть направления, например, в традиционном джиу-джитсу, где вообще нет соревнований. То есть они говорят так. Или соревнования без ограничений. Ну, что там удел единиц. Или нет соревнований. Нам поддавки не нужны. А вот, например, российское джиу-джитс – это спорт в чистом виде. Только соревнования. И там основа соревнований. Только бороться, бороться и бороться. Значит, лозунг их, там они татуировки делают, пишут на кимоно. Life is fight, fight is life. Жизнь – это борьба, борьба – это жизнь. Вот вы тренер Игоря. Детишек тренируете, взрослых кого? Ну, я… Всех? Нет, не всех. У меня был опыт разный, работы с разной категорией людей. Я вообще считаю, что спорт имеет возможность развиваться только в том случае, если им занимаются дети. Это логично. Они должны откуда-то идти. Традиционно джиу-джитс у меня занимаются взрослые. Но это другая история. Поэтому в основе дети и в основе бразильской джиу-джитсы. Это такой сейчас вот месседж такой очень популярный. И мне очень нравится оно. И оно очень удобно детям. Поэтому дети, да. Дети. С какого возраста лучше начинать заниматься? Ну, я знал детей, но не своих, которые занимались с четырех лет. И в Бразилии, говорят, так занимаются. Ну, это, конечно, занятиями сложно назвать. Шесть лет – вполне возраст для этого вида допустим. Но здесь можно оговориться, что бразильская джиу-джитса подразумевает работу в парке, на полу. В основном все техники. То есть, как бы травматизм у детей уходит, стойка более травматична. И на полу он раскрепощается, ребенок полностью. И спокойно, как котята они вот там возятся. Но я вам скажу, есть детки вот у меня уже лет семь, там дадут фору некоторым взрослым. Гибкие, координированные. Это очень важно. Кстати, да, основные критерии ребенку. Да, критерии. Ну, для детей сложно определить критерии. Он же растет, развивается. Дети изначально от природы, вот они склонны к бразильскому джиу-джитсу. Да, как вот, ну, во многих видах маленьким, да, вот художественной гимнастикой. Вот я тоже похожа по художественной гимнастике. Там изначально. Да, я ее бедное отвел четыре с половиной года. И четыре года она там... И потом мне говорила, что да у тебя, папа, тренировки-то смешные. Да, да, да. В художественной гимнастике там по пять часов, да. Но в этом есть логика, и в БЖЖ особенно есть логика начать с детей. Хотя и взрослые неплохо очень получается. Очень неплохо. А вот дети, мальчики-девочки или и мальчики-девочки? Ну, надо мной даже друзья подшучивают. У меня много девочек, ну, относительно там для Рязани там много. Но я вот знаю секции, вот больше я мало где видел. Ну, только в борьбе с самым, ну, там вообще много детей. У меня вот сейчас четыре девочки, и они там, ну, выиграли гораздо там больше, чем многие мальчики. И мальчишка победит. Другое дело, понимаете, в чем дело? Ну, понятно, что девочкам проще, да, там всегда меньше... Ну, почему? Ну, всегда меньше на соревнованиях в категории девочек. Там есть у девочки там две-три схватки, у мальчика может там до пяти-шести. Это как бы... Но дело не в этом. Вот у меня большие две девочки, они в свое время вообще с девочками не боролись. Их-то она просто не... Ну, редчайший случай, я вспоминаю, там раз или два. С мальчиками и выигрывали. Но последний тут такой исторический. Тут выставили наши были соревнования, мусорские интересные. В 16 лет девочку, смотри, вы представляете, в 16 лет. То есть девочке в 16 лет, а мальчик в 16 лет. Разница, да, и девочка у меня... И мальчик там покатала, там второе место заняла. Так что... Но здесь психология. Мальчики на девочек смотрят. Они не могут их бить? А зря, да. Они не могут их бить? Ну, бороться, конечно, в этом есть... То есть не в полную меру, да? Ну, надо и девочке должны отдать. Ну, не все могут. Но мальчик выходит всегда. Я иногда не пускаю, а сами выходят. А вот что касается взрослых, да? Можно, например, во взрослом возрасте, в сознательном, просто вот захотеть научиться. Да, конечно. Конечно. Ну, техник море. Конечно, там тело должно быть готово. То есть нельзя прийти вот абсолютно с нуля. Нужно кондиции некие иметь. Профессионально уже сложно. Это нужно быть достаточно молодым. Там много критериев. Но для себя вот в мире очень популярно. Мы знаем, вот актеры Голливуда многие занимаются. Это доступно в любом возрасте. То есть если даже вот во взрослом возрасте пойти начать заниматься, ну, по крайней мере, всегда сможешь за себя обстоять, да? Ну, вот в бразильском джиу-джитсу там своя специфика. Конечно, есть раздел самообороны. Все-таки, если для себя это традиционное, там все гораздо жестче. Там задача человека поломать. Если вы такую перед собой цвет ставите, да. А бажажей – это все-таки больше спорт. Ну, понятно, дело на высоком уровне, конечно, вы справитесь. В интернете много роликов, где девушки, там, нападают хулиганы на них. И они там отрывают руки, ноги, головы. Это очень... Это реально. Ну, уже, конечно, на более высоком уровне. Игорь, а вот сколько лет уже вы занимаетесь этим видом спорта? Сколько лет тренируете, если не секрет? Вот сколько я себя помню, я все время занимаюсь. А джиу-джитсу давно я очень занимаюсь. Я, наверное, первый был в Рязани, кто именно... Ну, тут есть спорты, которые называются так же, но это мало, как джиу-джитс имеет отношение. Это набор приемов под таким названием. Вот. Достаточно давно. БЖЖ недавно мы стали развивать. Ну, там целая история была с этим связана, почему я к нему пришел. Мы не уложимся в формат программы. Ну, второй год, но очень активно мы сейчас занимаемся. И сейчас вот клуб к нам приедет Деда, это руководитель клуба «Флодус» Александр Деда Фари, он курирует БЖЖ в России, примет нас официально в этот состав. И мы вот отметим, да, юбилей такой. А вот за это время можете какие-нибудь вот итоги есть какие-то? Я имею в виду, там, не личное, да, вообще спорт. Я понимаю. Вот в плане спорта в нашем городе, вообще в стране. Ну, вы знаете, бум впереди. Впереди, да. Да, бум впереди. Сейчас он в Москве в основном, этот бум, но это бум. Я даже вот как-то мы сидели с Ильином Карачевым Жирихом, моим знакомым, хорошим, он помнит, вот бум карате очень хорошо. Вот я считаю, что сейчас наступает такой бум. Но он сейчас больше бум ММА пока. Ну, знаете, это так называемые бои без правил. Но я думаю, это быстрее сойдет, потому что там жестковато. И вот на его смену придет бум БЖЖ. То есть перспективы очень большие. А что касается итогов, ну, рано, наверное, за такой короткий промежуток подводить какие-то итоги. Но осваиваем, осваиваем. Это уже хорошо. А почему вот такой популярностью, вы говорите, будет в будущем пользоваться? У нас люди злее стали, больше себя боятся, или как энергии типа некуда? Или просто спорт у нас, вот. Это сложно, сложно. Это такой комплексный, там много всего. Злее, ну, я не скажу, что злее. Хотя бразильцы они такие, да, я бы их там добрыми-то не назвал. Нет, там история вся в том, что очень умные люди, в Бразилии и в Штатах, конечно. И они очень хороший маркетинг, они очень хорошо это все подводят. Ну, Америка, все деньги мира, там все понятно. И вот в этом, в основном, умное позиционирование, оно дает свои плоды. А потом это очень интересно. Я вот с друзьями, как-то иногда в шутку, я говорю, ну, знаете, вот последняя любовь, да, вот, когда человек уже, ну, в возрасте, все осмысленно, и вот подходит время, он последний раз влюбился. Вот я говорю, я, ну, мужчина, я всегда думал, что это женщина будет, оказалось, нет, это бразильская джиу-джица. Вот, я говорю, это моя последняя любовь. Я уже, наверное, на другое не переключусь. Ну что же, Игорь, чтобы у вас с вашей любовью все было хорошо, успехов вам, побед, вот. И всегда такой же оптимизм по жизни. Спасибо вам большое, спасибо. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был тренер по джиу-джитсу Игорь Калина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова